Виновника вчерашнего происшествия на улице Чебышева ЗИЛ утягивает эвакуатор около 12 дня. С крыши гаража, на которой он оказался, его сняли ночью. На месте приземления грузовика сейчас зияет огромная дыра. Теперь из комнаты можно звезды считать, сокрушаются хозяева домовладения. Кроме гаража, в котором под завалом оказался легковой автомобиль, повреждена кухня. Вывалилась и стена в зале. Мост взяла, висел на кухне. Он просто висел. На кухне был мост, а в зале было видно номера. То есть, в зале, в комнате было видно номера машины. Это просто чудо, говорит Юлия, что никто не пострадал. В доме на тот момент находилась пожилая пара, ее свекровь с мужем. От нее Юлия и узнала о случившемся. Хотя они, говорит женщина, уже привыкли к автомобилям. У их домовладения на этом повороте машины уже не раз влетали в забор. Но в этот раз поверить словам свекрови было сложно. Приехав на место, увидели. На крыше, словно сброшенный с вертолета, примастился ЗИЛ. Люди тут же бросились перекрывать газ. Задними колесами грузовик задел газовую трубу. Перекрывали сам. Потому что такая ситуация, не дай бог, что вы сами представляете, что тут могло. Он, грубо говоря, он висел, где вырезанная труба, он задним мостом висел на газовой трубе. Свидетелей взлета и падения грузовика не оказалось. И события вечера четверга владельцы дома восстанавливали уже, по словам водителя ЗИЛа, 26-летнего парня. Он спускался под Чебышево в сторону Жилярди и перед поворотом не смог затормозить. По его словам, отказали тормоза, сломалась педаль. Он, как и по его словам, он пытался выкрутить, ну и прозвучала скорость около 30 километров. Ну вы понимаете, что при 30 километрах... Ну, грубо говоря, он испугался и выскочил из кабины. И машина как поехала. Грузовик наехал на бордюр, и отбойник сработал, как трамплин, помогая машине взлететь. На крыше, рассказывают Андрей и Юлия, двигатель машины ещё какое-то время работал. Залезть наверх и заглушить его перепуганного водителя заставили соседи. Уже приехавшим на место ДТП патрулем сам водитель сказал, что не помнит, как оказался на улице. Потому подтвердить, выпрыгивал или нет он из машины, полицейские не могут. Лишь утверждают, молодой человек был в состоянии шока. И, учитывая, что пострадавших нет, ему грозит лишь админнаказание. За фактом ДТП на воде складен протокол за ст. 124 Кодекса Украины про административные порушения. Отповедальность предбачена за данный вид правопорушения, штраф или позбавление керувания транспортным способом. Все другие наследки переходят до цивильно-правовых отношений. Решать вопрос о компенсации, пострадавшие от наезда грузовика, действительно планируют гражданско-правовой плоскости через суд. Они даже не могут себе представить, сколько придется потратить на восстановление разрушенного. Мало того, что снесено полдома, так жильцы еще и остались без газа. Газовщики отрезали и заглушили трубу. Снова подвезти голубое топливо обещали только после восстановления несущей стены. Так что, жалуются люди, у них есть все шансы провести холодную зиму. Ведь отопление в доме газовое. В планах и обращение к властям города, чтобы как-то обезопасить участок дороги возле их дома. Оксана Нчапаренко, Владимир Борох, Агентство телевидения новости. Продолжение следует... Продолжение следует...